Наша сегодняшняя лекция посвящена истории английского языка. Нам придется несколько отвлечься от Шекспира, но без знания этой энциклопедической информации нам будет очень сложно понять, как же так случилось, что в второй половине XVI века английский язык в целом и английский язык, как мы его видим в произведениях Шекспира, достиг тех объективных высот, которые мы наблюдаем, читая Шекспира и его современников. Мы не будем поднимать вопрос о том, какой язык прогрессивнее или лучше, например, русский или английский, но при сопоставлении литературной традиции русской и английской мы поймем, что в конце XVI века в русской литературе никого подобного Шекспира не было и быть не могло. Рассвет русской литературы все-таки приходится, мы будем считать, на вторую половину XVIII века и на XIX век. А в Англии уже в конце XVI века были необходимы предпосылки, в первую очередь на языковом уровне, которые способствовали созданию литературы большой буквы. Как же так получилось, что в Англии уже в конце XVI века язык оказался на таком высоком уровне развития. На самом деле судьба английского языка могла бы быть очень печальной. И кончиться все могло бы тем, что английский язык либо превратился в набор диалектов, либо, может быть, даже и вымер, и умер, как это произошло, например, с готским языком. И связано это было, конечно, с определенными политическими событиями в истории Англии. И эти события непосредственно повлияли на развитие самого английского языка. В истории английского языка традиционно выделяется несколько периодов. Из глубокой древности, может быть, IV-V века, на основе общегерманского гипотетически реконструируемого языка возникает англо-саксонский язык, который будет называться Old English в разных исследованиях. Либо это англо-саксон, либо Old English. И вот с этого трудно отслеживаемого момента IV-V века древнеанглийский язык живет и развивается, и заканчивается древнеанглийский период в 1066 году. Политическое событие, которое, конечно, не одномоментно, но, в общем, достаточно резко прервало развитие английского языка. Завоевание Англии норманными. Приход к власти Вильгельма Завоевателя вместо старой англо-саксонской династии. Заканчивается, конечно, не в один день, но условно в 1066 году древнеанглийский период начинается среднеанглийский период, который длится в течение приблизительно четырех веков и заканчивается, опять-таки, на условной дате 1476 год введение книгопечатания в Англии, установка в Вестминстере печатного станка первопечатником Уильямом Кэкстеном. Ну, более щадящие даты, это где-то 1450-1500 годы. Заканчивается среднеанглийский период и дальше начинается так называемый ранне-новоанглийский. 1500-1700 по разным датировкам. То есть это уже современный язык. Некая фаза 200 лет первых выделяются, но получается, что к моменту начала творчества Шекспира уже приблизительно 100 лет как существовал английский язык в его современной форме, ранне-новоанглийский. И далее, после этих 200 лет, наступает, собственно, новоанглийский период. Современный английский язык появляется и развивается в течение, как минимум, последних трех столетий. Интересная картина. И картина вдвойне интересная, если мы представим себе историю английского языка до нормандского завоевания и после нормандского завоевания. Английский язык относится к группе германских языков и первоначально в Англии на этом языке никто не говорил. До 4-го, до 5-го века, времени, когда в Англию с континента будут переселяться юты, англы, саксы и фрицы, до этого момента, собственно, германских языков на территории Англии не было. И когда начинается экспансия с континента на острова, вот в этот момент и появляется сначала набор диалектов, основанных на гипотетическом общегерманском языке, который превратится на основе эссекского диалекта в развитый литературный язык Old English, древнеанглийский, англо-саксонский. Захватчики германские племена попадают в Англию, подавляют местное население, бритов, кельтов, жителей Уэльса. И далее начинается сложное в плане датировок политическое развитие, которое на культурном уровне сопровождается только фольклорной традицией, конечно, не сохранившейся, поскольку это устная речь, и церковные традиции, в основном, конечно, связанные с латыни. О каком-то прорыве в культурном плане в Англии можно говорить применительно к началу VIII века приблизительно, когда королевства на территории Англии оказались уже оформленными, и когда в том же Уэссексе, в Мерсии, в Нортумбрии появляются возможности для формирования, ну, как минимум, монастырской культуры. Англо-саксы, конечно, культуры были озабочены не в первую очередь, нужно было как-то выжить, нужно было друг с другом бороться, нужно было хлеб насущно себя обеспечивать, но уже в достаточно ранней эпохе в Англии существовала традиция учености, в первую очередь она ассоциируется с именем Беда Достопочтенного, ученого-монаха, бенедиктинца, родившегося в 673 году и умершего в возрасте 62 лет в 735 году. Этот ученый-монах писал соответствующие труды на латыни, церковную историю Англии, трактаты по естественным наукам, и он заложил традиции и литературного творчества, попытки что-то писать на древнеанглийском и обеспечил обучение молодого поколения, которое, как минимум, традиции латинской учености могло передавать. Однако история Англии того времени и последующая богата на разного рода социальные катаклизмы и относительно спокойные периоды в истории страны сменялись периодами очень беспокойными. Разъединенные английские королевства, на тот момент разъединенные, было совсем несложно подавить внешним врагам. И именно это происходит в VIII веке и далее в IX, когда начинаются полномерные нашествия датчан нынешних на территорию Англии. Собственно, в английский язык это привнесет большую долю скандинавизмов, и уже на тот момент английский оказывается языком разнородным. Будет присутствовать, естественно, латинский пласт, будет присутствовать общегерманский англосаксонский и дальнейшие заимствования уже из скандинавских языков. В политическом плане нашествие датчан приводило к тому, что ни монастыри, ни королевские дворы не могли нормально функционировать в культурном плане. Естественно, письменные памятники с тех пор остаются, но ни о каком оформлении единого национального языка в ту эпоху речи быть не могло. Начало планомерной культурной деятельности, не каких-то фрагментарных моментов, связанных с деятельностью Беды и его последователей, латинская традиция, но традиция, собственно, использования родного языка связана с именем короля Альфреда Великого, короля Уэссекса, который в 871 году приходит к власти Уэссексе в возрасте 22 лет и вынужден в течение первых лет своего правления скрываться и практически оказывается на грани потери власти. Датчане очень сильно тесняют Альфреда, его людей и его народ. Затем все-таки удается Альфреду переломить ситуацию и дальше управляет он страной до 899 года, и так правление его в целом длится 28 лет. Альфред оказался единственным королем в английской истории, который имеет такое вот прозвище Великий, и величие его связано помимо бесспорных политических достижений, объединения страны, избавления от датчан, связано его величие в том числе и с теми культурными традициями, которые он пытался привить в Англии. Понимая, что ученый в стране находится в упадке, он понял, что помимо продолжения традиции латинской, необходимо что-то делать и с родным языком. И именно при жизни Альфреда импортируются ученые из империи королингов, которые способны были бы латинскую традицию поддержать. В то время как сам король начинает деятельность по переводу книг с латыни на древнеанглийский, на уэссокский диалект, и всячески эту деятельность поддерживает и в связи с монастырскими учреждениями. И именно в правлении Альфреда возникает возможность для оформления вэссокского диалекта в более сложное языковое единство, когда не только бытовые ситуации и не только фольклор смогут описываться на соответствующем языке, но и другие сферы жизни. После смерти Альфреда на какое-то время наступит упадок в английской литературной традиции, но затем уже с середины X века начинается так называемое Бенедиктинское возрождение. Монахи-бенедиктинцы в эпоху, когда страной управлял будущий святой Донстан, естественно, монах, политический деятель, который был регентом в течение правления нескольких малолетних королей, святой Донстан поощрял, опять-таки, не только политическую деятельность по объединению страны, но и культурную деятельность. И вот тогда, к концу X века, в полной мере проявился потенциал английского языка. К концу X века, к первой половине XI века. Были созданы библейские переводы, переводы Библии на древний английский язык. Создан был национальный эпос Беа Вульф, очень яркий текст. Создавались лирические и духовные стихотворения. Создана была англосаксонская хроника, первоначально бытовым стилем написанная, еще король Альфред внес вклад в написание хроники. Даже роман был написан в нашем современном понимании этого термина «Аполлоний-Тирский». Объединение страны вокруг Уэссекса способствовало тому, что уэссекский диалект стал основой для оформления подлинно литературного национального языка. Что мы понимаем под литературным языком? Совершенно не обязательно язык художественной литературы, так сказать, использующийся в художественных произведениях. Литературный язык – это язык, который позволяет покрыть все сферы деятельности, помимо бытовой, которые с данной национальной традицией ассоциируются. И понятно, что научные труды как таковые в нашем современном понимании этого термина в то время особенно не писались. Это могла быть теология, это могла быть история, естественные науки. Скорее все-таки это делалось на латыни, хотя англосаксонская хроника показывает, что историю можно было писать не только на латыни. Но остальные сферы деятельности английским языком в его древнем варианте на основе ассоцкого диалека покрывались. И к моменту нормандского изогревания, к 1066 году, английский язык существовал действительно уже на очень высоком уровне развития. И кто знает, какими дальнейшие достижения англосаксов могли бы быть, если бы в 1066 году не случилось вот это событие завоевания Англии норманами. В этот момент заканчивается древнеанглийский период, постепенно начинается среднеанглийский.